Так, еще запись есть. Тогда я сначала скажу, что бы в запись попало. Белки – это такие молекулы, которые определяют теоретики нашей клетки, потому что на них возложено очень много функций. И как же нам синтезировать белки? Как же нам информацию, которая хранится в ДНК, передать белкам? Для этого нам нужна молекула последних РНК. Нам нужно синтезировать молекулу РНК на матрице ДНК и потом уже с молекулой РНК мы сможем синтезировать белок. И процесс синтеза молекулы РНК на матрице ДНК называется транскрипцией. Именно о ней сегодня мы с вами и будем говорить. Транскрипция. Упоминаю, что процесс синтеза белка на матрице РНК называется транскрипцией. В процессе мы с вами поговорим завтра. Продеваться приступим. Давайте сначала обсудим основные принципы транскрипции. Я предлагаю вам рисовать вместе со мной. Те, кто пришли в одиннадцатый класс, возможно, узнают такое ЕГЭшное задание. Но мне кажется, для тех, кто приходит в девятый и десятый класс, это будет очень полезно и очень удобно разобраться. Нарисуем любую последовательность. То есть, напишите, какая-то раздадимая буква. Вот сейчас давайте просто А, Г, Т, С, А, Г, А, Г, Т, С, 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 А. И напишем, поскольку мы сейчас рисуем РНК, напишем еще комплементарную ей цепь. А, Т, С, Г, Т, С, Т, С, А, Г, А, Т. И поставим штрих-концы. Тут будет пять штрих-конец. И вспоминаем по правилу антипараллельности. Здесь будет три штрих-конец, а здесь будет пять штрих-конец. Это будет молекула ДНК. Позначу выделить. Пойдем на другой цвет. Итак, нам нужно с нашей молекулой ДНК синтезировать молекулу РНК. И первый принцип транскрипции, по которому происходит синтез молекулы РНК – комплементарность. То есть, мы вспоминаем, что админ он комплементарен тимину, а админ он комплементарен гуанину. И по такому принципу мы строим молекулу РНК. Хотелось бы добавить немножко терминологии. Вот примерно, как это все будет выглядеть на картинке. Серым нарисован ДНК, зеленым нарисован РНК. И цепь, с которой синтезируется молекула РНК, вот она. Она называется матричной цепью, или же по-другому транскрибируемой цепью. А цепь, которая не используется в синтезе, называется кодирующей или смысловой. Вот. Давайте обозначим, какая из наших цепь будет кодирующей. Верхняя цепь будет кодирующей. Мы ее использовать не будем. Напишем кодирующую. Нижняя цепь – это будет матричная цепь. И мы будем с нее синтезировать молекулу РНК. И, как я уже сказала, приступаем к первому принципу – комплементарность. Достаиваем по принципу комплементарности. Напротив тимина стоит аденин. Напротив цитозина стоит гуанин. А вот напротив аденина мы не будем рисовать тимин. Напоминаю, что на этом занятии мы с вами обсудили, что в молекуле РНК тимин не встречается, не встречается урацин. Напротив гуанинокстазин, напротив тимина – аденин, гуанин, аденин, гуанин, урацил, цитозин, урацил, аденин. Следующее правило – это слово антипараллельность. Это означает, что если наша молекула РНК расположена в лишней конце, то мы эти штрих концы переворачиваем у молекулы РНК. То есть там, где у ДНК 5-штрих конец, у РНК будет 5-штрих конец. И наоборот, где у ДНК будет 5-штрих конец, у РНК будет 3-штрих конец. И от этого отсюда следует правило униполярности. Это означает, что РНК у нас растет с 3-штрих конца. То есть у нас сначала появляется гуанин, потом уже гуанин, гуацил, цитозин и так далее. То есть цепь растет в этом направлении. Удлинец, всегда удлинец, и будет 3-штрих конец. И еще один такой важный принцип – безотравочность. Вообще, вчера должны были рассмотреть репликации, но мы ее не рассмотрели, поэтому скажу так. Фермифер выполняет всю эту реакцию в зубе РНК-полимераза. И РНК-полимераза может сесть, вот сюда вот с края ДНК, вот прямо вот сюда вот сесть, и начать синтезировать новую молекулу с нуля. Вот просто давайте напишем с нуля. То есть ей не нужна никакая затаха. Она просто села и начала добавлять нуклеотиды. На примере, например, обратный пример, ДНК-полимераза. Ей нужна затаха. ДНК-полимераза – это такой фермент, который синтезирует ДНК на матрице ДНК. И ей нужна затравка. То есть ей нужно несколько нуклеотидов, например, АТАГ. Она может только сесть на эти нуклеотиды и дальше продолжить добавлять новые. То есть ей нужна затравка. Молекули… Ой, вы скажите. РНК-полимераза же никакой затравки не нужно. Вот. А это мы с вами обсудили. Давайте посмотрим, как выглядит РНК-полимераза. Подождите, можете чуть-чуть опутать назад, пожалуйста. Конечно. И еще чуть-чуть. Спасибо. Спасибо. Как же выглядит РНК-полимераза? Здесь архивным цветом изображена молекула ДНК. Случная с первой. И синего изображена сам белок, который выполняет всю работу. Как вы поняли, белок называется РНК-полимераза. У него есть специальный стайд, куда закроют рибонополиозид перихосфата или же анклеотиды. Те самые кирпичики, из которых строят молекула РНК. И есть специальное место, где эта молекула РНК синтезируется. Вместе, как называется, активный сайт, здесь переслетается молекула ДНК, и на матрице одной из цепей строится новая молекула РНК. И также есть канал, откуда РНК выходит. Как я уже говорила, вот тут возрастет конец, и вот здесь обозначает три штрих конец. Это как раз таки растущий конец РНК. Примерно понятно, как будет эта картина? То есть как вообще происходит процесс визуально? Хорошо, тогда... Сейчас я хочу, наверное... Я бы хотела... Можем вас спросить, а каким образом РНК полимераза определяет, какая цепь будет транскрибируемая, какая будет кодирующей? Мы поговорим чуть дальше, и мы поймем, как РНК понимает вообще, где начать синтез, понимает вообще, с какой цепи начать синтез, и мы все обсудим чуть дальше. Я, наверное, хотела бы видеть вам небольшой рог, чтобы было наглядно понятие. Ладно, секундочку. Спасибо. Давайте вот так вот. Так, немножко промотаем видео. Вот, фиолетовая – это РНК-полимерат, и здесь изображена молекулой ДНК, и здесь покажено вокруг плавающей рыбонуклеотид-3 фосфаты. Вот как примерно это происходит. То есть РНК-полимераза тихонечко едет по ДНК и синтезирует молекулу РНК, вот как показано по принципу комплиментарности. И вот уже новосинтезирующаяся красная молекула РНК, она выходит из специального канала. Вот примерно так это выглядит. И вот тихонечко она едет и синтезирует молекулу РНК. Сейчас возвращаемся к презентации. Вот, немножко поговорим об РНК-полимерации. Я уже сказала, она использует рыбонуклеотиды, потому что она синтезирует РНК, не требует затратки. И также это не суперточный фермент. Она на 10 тысяч нуклеотидов составляет один неверный. То есть все неправильно, все по принципу комплиментарности. И вдруг среди 10 тысяч нуклеотидов на один гуанит она поставила не цитазин, а, допустим, аденин. Вот, то есть ошибки иногда она допускает. Значит, что тут вообще? Другой заголовок должен был быть. В общем, структура гена. Я потом здесь скажу в презентации, я скажу вам правдую версию. Будем с вами, что такое ген. Вообще, давайте спрошу вас, какое бы определение этого гена вы бы дали? Да, то есть, ну, вообще есть множество определений гена. Давайте сформулируем так. То есть ген, так, еще в чате, да. Единственная следственность тоже, как можно, одно из определений гена. Но сейчас для удобства сформулируем следующее определение. Ген – это участник ДНК, кодирующий одну полипептидную цепь или одну молекулу РНК, плюс регуляторные последовательности. То есть сейчас посмотрим, как это выглядит. Да, в чате правильно все пишут. Но ген не всегда кодирует только белок. Ген все может кодировать какую-то молекулу РНК. Мы на прошлом занятии узнали, что у нас есть множество различных видов РНК, у которых разные функции есть в клетке. Некоторые гены кодируют не белок, а РНК. Например, либо сональная РНК или транспортная РНК. И все больше стоит ген. В гене есть кодирующая часть. Это та часть, которая содержит информацию о будущем белке. Есть промоутер, терминатор. Терминатор – это участок гена, на котором закончится транскрипция. Промоутер – это тот участок ген, который… Вообще, как приводит слово промоутер английского? Немножко по прямой английски. Продвигаться. Продвигаться. Продвигаться, да. То есть промоутер – он как бы продвигает ген. Что это означает? Я уже говорила про… Мы только что обсуждали молекул РНК-полимераза. И промоутер – он как бы продвигает свой ген и сюда РНК-полимераза. Вопрос в том, как РНК-полимераза понимает, какая цепь поматочная, какая смысловая. На маточной цепи будет промоутер, который будет ее призывать к ней и всячески привлекаться. И здесь промоутер – это то самое место, куда сидится РНК-полимераза. То есть она у себя сядет на РНК и начнет синтез. Ну, думаю, все-таки от синтеза получится. Ну, естественно, промоутер… А, нет, еще не все. Иногда есть такой участок, называется оператор. Он может быть перед промоутером, может быть со промоутером, либо входить вообще в состав промоутера. И оператор, опять-таки, нужен для регуляции экспрессии генов. Мы не успеем обсудить регуляцию экспрессии генов. Но могу вкратце сказать, что, допустим, на операторе могут обсудиться другие иголки, которые будут помогать привлекать РНК-полимераза. Вот. Как так? Дальше. Что такое оператор? Оперот – это единица транслиции у прокриотов. Давайте вступим, прошу, прокриотов. Он выглядит. Он выглядит примерно так же, как и на этой картинке. Но суть заключается в том, что после одного промоутера следует сразу несколько генов. И они называются стронами. Вот. То есть у нас с этого перерыва транслинируется одна молекула РНК. Но поскольку здесь у нас три гены, у нас с этой молекулой РНК будет синтезироваться три белка. Не один, как у эукариотов. То есть с этой вот РНК будет один белок, то есть у бактерий, у архей. У них может быть сразу с одной РНК несколько полипептидов. Так, вопрос есть? То есть, как я понимаю, вероятность ошибки у оперона гораздо выше, чем у эукариот? Не совсем так, потому что некоторый оперон, ему тут же именно вопрос на количество нуклеотидов. То есть у нас есть короткие гены, есть длинные опероны, есть короткие опероны. То есть тут будет зависеть от количества нуклеотидов. Вот. Хорошо. Спасибо. Понятно. Ну да, понятно. Но также у прокриотов есть и обычные гены. То есть также промоутер, кодирующая часть, терминат. Вот. Ну, есть и эукариотиды, и гены. У эукариотидов только такой случай. Думаю, понятно. Дальше. Можно вопрос? Да, можно. То есть я правильно понимаю, что ген – это участок у эукариот, который кодирует белки? Правильно? И он кодирует один. А оперон – это то же самое, только у прокариот? Да, примерно так. То есть это такое понятие рассмотренное, но вообще, по идее, мы можем назвать и оперон геном, но не совсем правильно. Вот. Ну, вообще, да. Правильно. Вот. На самом деле эта штука, она любит использоваться в геноинженерии. Вот, как вы заметили, у нас сразу… Вот мы используем один промоутер, синтезируется сразу три белка. То есть мы можем управлять… То есть мы можем сюда поставить сразу несколько белков, не обязательно три, там, может быть, и пять, и семь, и управлять с них с помощью одного промоутера. Допустим, вот, вчера на лекции вы должны были слышать про зеленых флоресирующих белок. Вот такой белок, который выделили из медузки, и он может сидеть на зеленом цвет. Ну, допустим, геноинженеры, они хотят засинтезировать во какой-нибудь бактерии белок. Ну, они добавляют, допустим, белок X, там, в карты белок X, и сюда добавляют GFP. И они активируют этот промоутер. Ну, чтобы они поняли, что у них это синтезируемые белки, у них расти добавляют сюда специально GFP. Единственное, клетки накапливаются в зеленый свет, значит, они понимают, что эти два белка уже синтезировались. Это очень удобно в генной инженерии использовать. Минутка интересного. Далее. Сейчас мы будем подробно обсуждать трансференцию именно у Прокода. Потому что она немного проще, чем у EOPRIOT, а потом уже в конце лекции обсудим, как она происходит и у EOPRIOT. Вернем снова к промоутеру. Как он выглядит у PROPRIOT. По нескольким исследованиям было выяснено, что в промоутере PROPRIOT есть консенсусные последовательности. Что это означает? То, что это начало трансференции. То есть, вот, допустим, вот в этой точке. Если мы отсюда отшагнем 10-го клиотина, мы заметим следующую картину. У нас чаще всего будет встречаться следующая последовательность. ТА, ТА, АТ. По-другому назвали минус 10 участков. Потому что он находится на расстоянии минус 10 нуклеотидов от начала трансференции. Или по-другому называется PRIBNOVBOX. И также на расстоянии минус 35 нуклеотидов расположена другая последовательность, которая тоже очень часто встречается. Тут она обозначена ТТ, ГА, ЦА. И последовательность называется консенсусной, потому что это именно те самые часто встречающиеся нуклеотиды. То есть, вот тут написано вероятность встречи этого нуклеотиды на данной планете. Чаще всего, вот между теми последовательности, расположены именно 17 нуклеотидов. То есть, бывает 16, бывает 18. Значит, число 18. Зачем это нужно? Да. Вопросы? Можешь, пожалуйста, в чат написать последовательность, если это называется? Просто, ну, меня не расслышат. А, да, конечно. Так, сейчас. Вот. Так, еще вопрос есть? Название последовательности. Кое, что-то там дальше. А, название последовательности. А, консенсус. А, все, все, я поняла. Ну, сейчас. Спасибо. То есть, это высококонсервативная последовательность? Что-то типа того, да. Угу. Хорошо. Вот. И это нужно для того, чтобы как раз таки РНК-полимераза могла узнавать, где находится промотор. Вот. И чем более приближена последовательность именно к вот этим вот буквам, тем чаще всего РНК-полимераза будет узнавать этот промотор. Вот. Тогда можно вообще ввести такое определение, как сила промоторы. И это означает его сродство к РНК-полимеразе. То есть, чем лучше он привлекает РНК-полимеразу, чем лучше он снижается, тем сильнее промоторы. Соответственно, тем чаще будет раскребироваться ген. Сейчас посмотрим, как вообще это выглядит. Вот. Вообще, вот картинка самой РНК-полимеразы, точнее ее 3D-модель. Вот. И примерно так она узнает в краске вот этой минус 35. сайт именно здесь. И вернемся к РНК-полимеразе. РНК-полимеразе выделены из кишечной папочки. Да. Все, что мы сейчас подсказываем, это все про прокариот. Про L-кариот там будет уже все по другому. Мы застроим это тоже все расскажем. Сейчас разговорим только о прокариотах. РНК-полимеразе. 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 РНК-полимеразе у прокариот. РНК-полимеразе стоит из 5-6 субъединиц. Почему я так сказала? Вообще, РНК-полимеразе выставка с сигма-ф и кор-фермент. И вот как раз таки кор-фермент изображен на рисунке. РНК-полимеразе стоит из бета-субъединицы бета-штрих, субъединицы двух субъединиц альфом, зеленая и желтая. Они являются донатными. И маленькие субъединицы аминго. Так что изображено, что в активном центре есть ионы магния. И еще к этому кор-ферменту может прибавляться сигма-фа, о котором мы сейчас как раз таки будем разговаривать. Вообще, РНК-полимеразе считалось, что бета-субъединицы одинаковые, что это просто две одинаковые субъединицы. Но потом оказалось, что это очень-очень разные субъединицы. Именно как раз таки бета-субъединицы выполняют катальность реакции. То есть они помогают присоединяться к муфреатитам. Давайте поговорим об этом сигма-факторе. Вот как он выглядит. Он изображен в желтый сигма-факторе. Он проходит, получает сквозь весь термин. И своими доменами сигма-2 и сигма-4 он узнает минус 35 участок и минус 10 участок. То есть сигма-фактор нужен для узнавания промоутера. Это РНК. Второе, для чего он называется сигма-фактор? Нужен для плавления ДНК. В сигма-факторе, а именно сигма-2 домене, есть участок, который помогает плавить минус 10 сайт. То есть он как бы выворачивает наружу асоциативное основание и крепко ее поддерживает. И так плавить ДНК. То есть не нужно никакой запрат АТФ. Давайте даже подпишу, чтобы вы запомнили, что для плавления ДНК у Проприот АТФ не нужно. Спойлер, у Проприот нужна будет запрата. Вопрос, да? Я пропустила, каким образом происходит плавление? Вот. Получается, вот подходит одна капля минуса, садится на промоутер, и вот на прибный бокс садится сигма-2 домен. И у него есть специальные, получается, кармашки для азотистых оснований. Он выворачивает наружу и крепко удерживает. И вот это вот стрелий, но очень выгодно. Ну, просто, то есть оттягивает, да? Да, да. Оттягивает и держит. Вот. А водородные связи при этом разрушаются? Да. Водородные связи при этом разрушаются. То есть, ну, реакция экзотермическая, да? Да. Ну, наверное. Ну, это как бы не совсем реакция. Ну, условно. Ну, условно. Наверное, да. Хорошо. Ну, то есть, вот, получается, действительно, все плавания ДНК. Вот. Что еще я хотела сказать, пока мы не приступили к самой транскрипции? А, да. Давайте напишем. Вообще, основные этап транскрипции я забыла бы сказать. Первый этап называется инициация. Он включает в себя узнавание про мусора, ну, и как бы запуск транскрипции. Второе – это элангация. Это уже рост цепи. То есть, у нас уже полноценно растет молекула РНК. И последний этап – терминация. Эта транскрипция у нас заканчивается. Вот три этапа всего. Инициация, элангация и терминация. И давайте приступим к инициации транскрипции. Как вообще она происходит? Синтезируется сначала короткий абортивный РНК. Что это означает? Вот наша РНК племираза села на промотор и пытается начать синтезировать молекулы РНК, но у нее не получается. Она делает легкие вперед, но не может нормально поехать. И они синтезируются в такие маленькие короткие молекулы РНК. Примерно 8 нуклеотипов. Они просто выбрасываются. Я не знаю, почему она так делает. Потому что… Давайте вернемся сейчас. Напомню, что в РНК племиразе есть специальный канал выхода РНК. И чтобы синтез нормальный, РНК должна найти этот канал. То есть, она должна в него поднести. И есть гипотеза, что эти первые РНК, которые делает РНК племираза, они просто не находят канал, поэтому они выбрасываются. Не знаю, насколько это правда, но такая есть. Сделана синтезируется. Насинтезировала абортивный РНК. И, наконец-то, Сигма-Хар определяется РНК племиразой. И у нас остается только такой вот короткий рент. Сигма-Хар потом уходит. И РНК племираза поступает к элангации. Она просто начинает удлинять цель. Элангация. Примерно она присоединяет в секунду около 40 или 50 нуклеотидов. Да? А что вообще из себя представляет Сигма-Фактор? Как он, ну, как бы, транскрибируется тоже? Сигма-Фактор? Он просто уходит. А используется ли он вторично? Вторично, да. Он может использоваться. Он может находить новую РНК-полемиразу и снова помогать ей плавить и узнавать промоутер. А сколько вообще? Ну, есть же разные типы РНК-полемираз, да? Да, есть разные. А там будут разные эти Сигмы? Нет, у Куфера разные есть типы РНК-полемираз. У Куфера только один тип РНК-полемираз. А вот Сигма-Факторы правильные, они есть разные. Да, то есть в зависимости от промоутеров, на нескольких групп промоутеров есть разные типы вообще Сигма-Факторов. И от этого, конечно, зависит от узнавания промоутеров. Хорошо. Например, есть вирусы такие, есть вирусы бактериофаги, наверное, слышали о таких. В общем, есть такая группа бактериофагов, это четные фаги, на которых все это изучала. Когда они проникают в бактерию, нужно просто синтезировать свои белки. У них есть своя ДНК. Сначала синтезируют РНК-полемираз с реальным Сигма-Фактором. Но вот в этом диноме вирусы закатирован другой Сигма-Фактор. Когда этот Сигма-Фактор получается, этот Сигма-Фактор уже лучше раскребирует гены вируса. То есть, например, в геноме вируса сложено динцикотирование Сигма-Фактора. Это уже один из них. Я немножко тоже прослушала насчет, сколько видов РНК-полемиразы у прокариот и эукариотов. А у прокариот одна полемираза, а у эукариот три. Три. Хорошо. Спасибо. Так, Амир, вопрос. У меня был вопрос, извините. Правильно я понимаю, что минус 10 – это татабокс, а минус 35 – это ТБП-белок. И Шайна Дерлигарда туда же. Я немножко запутался. Эукариотическая транскрипция, трансляция и прокариотическая. Что, где? Да, так. Ну, вообще, некоторые называют минус 10 участок татабокса, но, мне кажется, это все-таки неплохо, потому что татабокс – это у эукариотов. Ты, как и... Второе что было, я не услышала. ТБП-белок. ТБП-белок. Мы это сегодня обсудим. А, последовательно, Шайна Дерлигарда, это уже в трансляции. Это мы завтра обсудим. Вот. Все. Теперь обсудим. Теперь обсудим. И еще вопрос у кого-то есть. Да. Где-то ты еще руку подниму. Чем отличается РНК, премьеразу, бактерии, археи и эукариот? Ну, вообще, они очень-очень похожи, но они отличаются количеством субъединиц. Ну, да, в основном отличаются количеством субъединиц и немножко механизмом работы. Вот. Ну, так вообще, как бы, если посмотреть на модели РНК, премьеразу, кей и бактерии, не похоже. Но у них есть прям некоторые участки, прям, которые консервативные. Вот. У меня премьераза, конечно, не встанула, но... Ну, если не забыла, то скину вам одну картинку в группу сравнения РНК-полимераза как с проплёта и эукариот. Вот. Ну, возвращаемся к лангерце. Я уже говорила, скорость 40-50 криотидов в секунду и одна ошибка на 10 тысяч криотидов. Вот. Терминации. Вот все, насинтезировали РНК, нам нужно завершать работу, вообще прекращать все, как мы это можем сделать. У нас есть, точнее, у патриок есть два пульса. Это РО-зависимая терминация и РО-независимая терминация. Сначала уходим О-зависимую терминацию. Вот этот вот белочек такой вот, разноцветный. Это, собственно, называется РО-белок. Терминация. Терминация. Терминация от молекулы Актея. Такой же зависит от него 6 субъединиц. Что он делает? Сейчас приближу. У нас РНК-полимераза села на ДНК, синтезирует РНК. И вот РО-белок, он садится вот сюда вот на РНК и начинает двигаться. И он движется примерно с такой же скоростью, как и РНК-полимераза по ДНК. Но когда РНК-полимераза доходит до терминации, в результате ошибки что происходит? Тоже такой интересный вопрос. Нет, РНК не распродается. Допустим, РНК-полимераза строил неправильный клетит. Все, он остался там. И это как бы мутация. То есть, возможно, у нас получится какой-то неправильный белок, когда уже с этого ДНК будет считываться белок. Возможно, это была синонимичная мутация. То есть, нормальная мутация, которая не приведет к неправильному белку. Возможно, эта мутация была, допустим, не сильно изменила параметры белка. В общем, да. Ошибка, она никак не будет справляться. Она будет оставаться в РНК. А есть корреляция между нуклеотидами? Я понимаю, что замена нуклеотидов – это уже равна мутация, но какие нуклеотиды вызывают какую-то очевидную разность белка? Да. Я могу предположить, что аденозин, он менее как бы… Да, да. Сейчас я вспомню. Это стазин, потому что если… Нет, не стазин, сейчас… Ну, да, скорее всего, стазин, потому что он может спонтанно… Вообще, схематично изображу. Не буду полную формулу рисовать стазином. Но, в общем, у него уже здесь группа, а здесь будет аминоклупра. Эта аминоклупра может дезаминироваться, а если она дезаминировалась, то это будет не стазин, а аурацид. Вот. То есть, такие чаще всего спонтанные мутации происходят. Хорошо, спасибо. Вот. Одна из таких спонтанных мутаций. Или, например, та же самая талутуерия, которую мы обсуждали на прошлом занятии. Ну, вот, кстати, да, это прям такая частая штука. Ну, не существенно. Я знаю, там очень было много мутаций, но она происходит. Ну, как, возвращаемся к… Ну, в общем, хочу сказать, что мутация в РНК – это несупредственно, потому что одна РНК – это один белок. Если бы была мутация в ДНК, то было бы намного страшнее. Но с ДНКой работают более точные хроники, поэтому это не так страшно. И к тому, что там есть вообще целая система, которая этой мутацией может исправлять. Вот. 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 Садится Роби Лоу, когда мы возвращаемся в продулку. Опять статей. Едет по РНК. Ну, когда у нас РНК-плимераз доходит до терминатора… Вот, допустим, этот участок мы называем терминатором. РНК-плимераз, то РНК-плимераз замедляется. А поскольку до этого Роби Лоу двигался со скоростью РНК-плимераза, он относительно нее начинает уже быстрее идти, и он ее догоняет. Он догоняет эту РНК-плимеразу, и он что же делает? Он воспитает гибрид ДНК и РНК. Вот. То есть это будет розово-синий гибрид. Он воспитает эти водородные цепи, и молекула… Белок РНК-плимераза отсоединяется от ДНК. Вот. Физицируется. Я все поломала. Вот, все. То есть примерно как это выглядит. Еще раз. Садится белок РНК-плимераз, и Е – это то просто воспитание. Розависимая терминация. Есть второй тип терминации – РО независимая. Тут уже никакой белок не используется. И давайте поговорим на ступу калиндрома. Ступу калиндрома. Палиндром – это, ну, с разных сторон одинаково читаемая последовательность. Ну, да. Ну, вообще, в русском языке палиндром эти слова прочитаются наоборот. Одинаково так же, как и с обратной стороной. То есть, например, шалаш. То спереди прочитать, то сзади прочитать – это одно и то же слово. Например, там «пороза упала на лапу Азора». В общем, вот, да. Называется слова палиндрома. И где-то тоже есть палиндрома. Но немножко недавно не дуги. Давайте мы посчитаем вот этот последовательность. Это субличное. А, Г, С, 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 Г, С. И если мы начнем читать отсюда ее, то это тоже. А, Г, С, 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 Г, С. Называется палиндром и блендром. Каким образом образуются роль белки? Ну, синтезируются так же, как и обычные все другие белки. То есть, ну да, сейчас вернемся. Ну, что это там. Я думаю, вопрос, наверное, заключался, потому что там шесть субъединиц вроде бы, наверное, про это. Ну да, ну то есть синтезируется отдельно шесть полипептидных цепей. То есть у нас шесть СРНК, с них содержится шесть полипептидных цепей. И они потом вместе образуют роль белок. Хорошо. Вот. Так как все остальные мультисубъединичные белки. Я ответила на вопрос? Хорошо. Так. В общем, блендромы. Возвращаемся к ним. Что такое? Мне нравится этот продукт. Он очень сильно влагает. В общем, вся проблема транскридируется в молекулы РНК. Мы уже заметили. Давайте найдем в микростики этот участок. Вот он. А, Г, С, 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 Г, С. И тут тоже. Господи, С, Г, Г, С. Сейчас. Люблю еще. Угу. Угу. Еще раз так. Вот. Г, С, Г, С, С. И тут у нас будет потом. Начинается. Я не могу найти. Вот. В, С, С. И самое интересное, что если мы посмотрим эти последствия, они комплементарны. То есть, В будет комплементарно, С. С будет комплементарно, С. И это значит, что молекула РНК, она может сделать шпильку. Поиск такую вторичную структуру, как шпилька. То есть, она вот берет парус и складывается. И образует спираль. Потому что здесь у нас есть комплементарные пары. Вот. И вот эта часть скрыта. Здесь у макалитинов нет их комплементарных пар, поэтому образуется такая вот шпилька, такая вот ступура. Потому что внутри молекулы РНК есть специальные участки, которые комплементарны друг другу. Которые могут вызывать оборотные связи. Вот. У нас такой шпильки. Вот я хочу напомнить, что это все находится в терминаторе у ДНК. И в терминаторе, соответственно, что копируется на РНК. И в ДНК терминаторе после этого идет много-много-много-много аденина. Соответственно, в РНК будет много-много-много урацилов. А связь между урацилом и аденином, она слабая, потому что там две водородные связи. Вот. Вот справа изображено, что вот связь между урацилом и аденином. И у нас образуется шпилька. У нас образуется очень много-много слабых связей. И эта шпилька, она как бы дестабилизирует гибрид ДНК и РНК. Эта шпилька, она вытягивает молекулу РНК из активного центра РНК-полимеразы. Потому что связь нестабильная. И стабилька такая вот ссылка, которая может вытянуть молекулу РНК. И у нас получается диссоциирует молекулу РНК, диссоциирует РНК-полимеразы. И оканчивается транскрипция по РО-независимому механизму. То есть РО-зависимый – это белок РО, РО-независимый – это шпилька. И давайте заглянем вообще, как мы обсудили транскрипцию. Посмотрим, как в целом все выглядит. Напомню еще раз. Вот у нас плавает РНК-полимеральная книга, плавает Сигмафакт. Сигмафакт только узнает РНК на ДНК. И начинается инициация транскрипции. У нас транскрипируется абортивный РНК. Вот эти плавники, они уплывают. Вот. Потом Сигмафакт, наконец-то, отделяется от РНК-полимеразы. И она может синтезировать нормальную молекулу РНК. Начинается этап лонгации. Этап лонгации завершается. И РНК-полимеразы не пикаются на терминал. Абортивные РНК могут участвовать в горизонтальном переносе? Я не думаю, потому что они очень быстро разрушаются. То есть они долго не живут. Очень короткие молекулы, которые быстро разрушаются. Вопрос в этой схеме. Какой тип терминации решила выбрать данный РНК-полимеразы? Точнее, данный ген. Ронезависимая. 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 Ронезависимая терминация Она затрачивает АТФ, а РО независимо без АТФ. Да, все верно. РО независимо без АТФ. Да, спасибо. РО независимо без АТФ. То есть даже у прокариот затрачивает АТФ, если РО зависимо, да? Да, да. Так, спросили еще раз, как образуется шпиль. Давайте еще раз абсурд. Ну почему мне надо ставить слот? Все. Давайте приближу. Вот. У нас есть участок молекул ДНК, который называется пилиндром, потому что он считается одинаковым двух концов. Вот тут АГЦЦЦЦЦЦ, АГЦЦЦЦЦЦЦЦ. И также другие концы тоже будут изначально считаться. ТЦГЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ. щеркнула синий. И если мы посмотрим, эти участки будут друг другу комплементарны. То есть, если мы нашим молекулам сложим, то эти участки синие будут комплементарны друг другу. Они смогут образовать водородные связи, и у нас образуется такая вот шпилька. То есть, участок между ними не образуется, а вот эти вот синие образуются. Еще вопросы? Вот эта полиндромная последовательность, которая дважды здесь повторяется, она же с помощью дупликации образовалась? Не обязательно. То есть, некоторые полиндромные последователи могут с помощью... Причем такая очень интересная дупликация, потому что дупликация – это же тупо копирование, а это дупликация, которую перевернули. То есть, ты как-то... Ну, то есть, это уже вставка какая-то произошла, либо инверсия? Ну, не обязательно, что это должна быть, может быть, просто закопирование. Это же просто тупо копирование. Если это как-то по страну еще перевернутость, то да, тогда могу поймать. Что там было в чате? Как робилок делает так, транскрипция заканчивается? Эта шпилька напоминает часть транспортной РНК. Да, транспортная РНК тоже есть. Такие шпильки, петли. Потом еще посмотрим на структуру транспортной РНК завтра. Как робилок делает, чтобы транскрипция останавливается? Все просто. Он, можно сказать, обладает хеликазмом. То есть, он просто распитает. То есть, он разрушает водородные связи между ДНК и РНК. То есть, он просто, видите, он же сел на РНК и поехал. Вот он уезжает отсюда, вот, и он просто разрушает эти водородные связи. Он же едет на транспортной РНК. Таким он в этом распитает? Потому что он реально едет по РНК. Еще вопрос? Сима Франкл? Да, есть еще вопрос. Можно? Да. А что потом, вот, после окончания всего процесса происходит с этой шпилькой? Она расплетается и образуется просто ровная РНК? Ну, может, не расплитаться, она может такой же расплываться. Просто никак не помешает в трансляции. С точки зрения, она именно такой остается, да. Как же потом трансляция проходит, если шпилька есть? Вот, тоже хорошо. Вообще, некоторые шпильки не мешают процесс трансляции. Некоторые шпильки могут мешать. Но в этой шпильке, она же находится, получается, в конце РНК. Теперь мы сегодня видим информацию о белке. То есть информация о белке, вот здесь у нас очень такая длинная молекула РНК. Это еще дальше продолжается, вот сюда, вот дальше. И надо делать на то, что будет действовать. Уже другая последовательность. То есть не вся РНК будет нести информацию о белке, то есть только ее часть. Я поняла. То есть саму шпильку вот эту не читают, она как бы идет дальше? Да, ее не читают. Я поняла. Спасибо. Сигма-фактор узнает концентричный процент участки по принципу комплементарности или потому, входит ли в кармашки или нет. Скорее, по второму. Она узнает, входит ли отсутствие в кармашек или нет. Потому что сигма-фактор – это белок. В белке у нас никаких муклеотидов нет. Если бы в этом сигма-факторе была бы какая-нибудь молекула РНК, то да, она могла бы узнавать по принципу комплементарности. Но это белок, поэтому она, скорее всего, специально есть именно кармашки для этих научных оснований. не по принципу комплементарности. Именно по кармашкам. Все у Прокорева. Да, мы сейчас все говорили про Прокорева. Что-то я еще хотела сказать. А, да. Еще интересная особенность у Прокорев, что у них сопряжена с трансляцией. Мы это еще завтра обсудим. Хочу сказать. У меня есть картиночка. А, вот да. То есть, пока у нас синтезируется молекула РНК, вот у нас тоже молекула РНК, на нее сразу садятся рибосомы и сразу начинают синтезировать белок. То есть, пока у нас синтезируется РНК, у нас одновременно синтезируется и белок. И это есть только у Прокорева. У Прокорева нет. То есть, я вот могу синеньким нарисовать левосомы. Далее подпишу. И как только заканчивается транскрипция, у нас проходит немного время, досинтезируется белок и все. Молекула РНК сразу разрушается. То есть, она вообще долго не живет Элкариот, потому что транскрипция не нужна с трансляцией. Ну, думаю, про Прокорев все. Теперь поговорим про Элкариот. Напомню о разнице в генах, что у Элкариот с одного гена транскрипируется одна РНК, одна РНК дает один белок. У Прокорев есть, как и такой случай, что у генов транскрипируется одна РНК, дает один белок, так и есть опероны. Что у нас могут быть со стороны, с которыми считывается молекула РНК, и с которой могут синтезироваться сразу несколько белков. Смотрим о РНК-полимеразах. Мы уже говорили, что у Прокорев есть только один тип РНК-полимеразы, у Прокорев есть целых три типа. И посмотрим, что все в отличие. РНК-полимеразы 1 у нас транскрипируют гены 5, 8, 28, 18 эрбосомальных РНК. То есть эта РНК-полимераза занимается только эрбосомальными РНК. То есть она садится в ДНК, транскрипирует рибосомальную РНК, и эта РНК просто идет по рибосому. То есть она как бы идет работать в рибосому. То есть ее не будет считываться белок. РНК-полимераз 2, она просто таки, можно сказать, основная наша полимерация. Ну, как сказать, основная. Мы о ней сейчас будем в основном разговаривать, потому что она транскрипирует все белокодирующие гены. То есть когда у нас поработала РНК-полимераза, мы получили именно маточную РНК. Это та самая РНК, которая принесет информацию о будущем белке. Также РНК-полимераза транскрипирует малые ядерные РНК и ми-РНК. О малых ядерных РНК возможно мы сегодня даже успеем поговорить. То есть ми-РНК – это те РНК, которые участвуют в процессе РНК-интерференции. Ну, о нем я не успею рассказать, но просто можете запомнить, это такая вот такой способ защитного бактерия. И РНК-полимераз 3, она транскрипирует транспортное РНК, оставшуюся рибосомальную РНК. То есть, хочу сказать, что мы еще завтра об этом поговорим, но у Л-Кру есть 4 типа рибосомальных РНК. Это 5С, 2С, 8С, 18С и 5С. И именно эти 4 типа составляют подстав рибосом. Ну, и также РНК-полимераз 3 занимается всеми остальными некодирующими РНК. Ну, такой способ запомнить. Первая полимераза – это рибосомальная РНК, вторая полимераза – это макличная РНК, и третья полимераза – это транспортная РНК плюс 5С. 5С – она такая вот немножко аусайдерная рибосомальная РНК. Она не такая, как все. Ну, это, конечно, жалко запомнить, потому что это любит спрашивать на некоторых рамках. Говорим про РНК-полимераз 2, и сейчас весь дальнейший разговор будет идти именно об РНК-полимеразе 2. Вот так вот схематично она изображена. И у этой РНК-полимеразы есть хвост. Или по-другому называть секондсовой домен. Что это такое? По факту это просто полипептидность, которая постоянно состоит из повторяющихся тандемных факторов аминокислот. Вот тут изображены аминокислоты. Буду даже переписать сейчас. Что это такое? Если кто-то не спуткивал с некоторыми аминокислотами, у них есть буквенное значение. То есть Y – это тирозин, S – это сирин, P – это пролин, T – это трианин, насколько я помню, слово сирин, пролин, сирин. И все это повторяется N раз. И от каждого организма зависит и количество, зависит от продукта в какой-то данный организм. Например, у человека это N равно 52. У человека. Орожее уже будет поменьше, насколько я помню. Тут Z-форма ДНК на картинке. Нет, не думаю. Это обычная форма. Но в любом случае, тут это не принципиально. Потому что в живых системах Z-форма очень-очень легко встречается. Скорее всего, это B-форма. А, еще по группам называют CTD. Там вроде как английского C-Terminal Domain. Вот. Теперь обсудим консенсусные последовательности у L-Q. Их намного больше. То есть, если вы помните, у прокурора это три. Это минус 10. Участок – минус 35 участок. То тут изображено уже 4. Но на самом деле их немного больше. И еще самое интересное, что не все они встречаются во всех генах. То есть, например, в некоторых генах могут встретиться только вот эти три последовательности. У них не будет DPE. Или, например, у них вообще может быть не быть TATA последовательности. Вот. То есть, все это зависит будет от генов. Вот изображены такие вот одни из консенсусных последовательностей. В основном мы обратим наше внимание на TATA. TATA или по-другому TATA в лес. Такая последовательность названа потому, что в ней очень много тимина и аденина. Потому что тут есть как раз последовательность. Кстати, да. Это усредненные последовательности. Через чертовку здесь есть назначенные те нуклеотетки, которые встречаются в равной вероятности, встречаются в том или ином элементе. То есть, тут может быть с равной вероятностью как и админ, так и тимин. Вот. Зачем же нужны эти консенсусные последовательности? Давайте еще раз вспомним, что, чтобы начать конструкцию, факторам нужно было только сигма-фактор. И все. Им нужно намного-намного больше белков. Сейчас мы еще к ней вернемся. И поскольку очень много белков задействовано, и у нее также и есть очень много последовательностей, которые эти белки и узнаете. И тут вот, например, эти белки, которые помогают протестировать, транскрипцией, которые помогают РНК, примирять заседание ДНК, называются факторами транскрипции. Или транскрипционными факторами. Вот. Тут они как раз и некоторые из них приведены. В этой табличке тоже обозначены некоторые транскрипционные факторы. Но мы в основном затронем TF2D и TF2H. Они такие. Ну, мало что про них скажем. Что интересно, мы теперь вернемся к нашему ТАТА-боксу. Как это выглядит? Вот. На ДНК изображен ТАТА-бокс. И его узнает такой белок, который называется TBP. Или по-другому ТАТА-бокс-байдинг-ротеин. То есть белок, связывающий ТАТА-бокс. Ученые на дозвание им особо не запомнились. Вот. Что он делает? Он берет молекулу ДНК и сгибает под углом 45 градусов. И, как бы, вот такая вот есть такая гипотеза, что именно такой помогает РНК-примиразии найти промотор. Вот. Какие еще у нас есть транскрипты? Вообще белок TBP – это часть транскрипционного фактора ДНК. Кстати, да. Как вы думаете, почему транскрипционные фильтры вообще пишут через… Почему они называются ТФ2Б? Почему два? Потому что не один фактор транскрипции участвует в засаживании РНК-примиразии. Их может быть несколько. Потому что полимераза вторая? Да. Потому что полимераза вторая, да. Фактор, правда, очень высокая. Но у всех у них есть название, видите, 22222. И все это все равно, потому что именно полимераза вторая вверх. Ну, также ТФ2Б – это такой фактор, который как раз-таки в него входит TBP. Татабокс. 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 И субъединится так, они расшифровываются как… Тата… Нет. Как… Да. Тата ассоциейтит вроде factors. То есть просто факторы транскрипции, которые ассоциированы с Татабоксом. Они просто находят все остальные участки вокруг Татабокса. Вот, если вы заметите, ТФ2Д, он узнает и инициатор, и DPI, и Татабокс. То есть вот он узнает один большой билот. То есть я так пишу ТФ2У. А сейчас это же BRI, можно, например, узнает другой билот. Что же он рисует, это будет ТФ2У. И все эти билоты будут как бы узнать эти последовательности на ДНК и привлечь РНК полимеразму. Также есть другие факторы транскрипции, которые привлекают… Ну вот, например, ТФ2Ф, ТФ2Е. Они просто привлекают, должны привлечь ТФ2Х. И в этом ТФ2Х-факте мы еще поговорим. Но давайте все-таки все посмотрим на картинку, потому что на картинку загляднее, на картинку точнее. Значит, ДНК. У нее есть ТАТабокс. Как я уже говорила, уходит транскрипционный фактор D. У него есть участок, вот субъединица ТАТа Брайден Попри. Узнает татокосредовательность и сгибает ДНК. Все остальные, то есть тут напоминаю, что у нас еще есть 11 субъединиц, которые называются ТАТ. Они узнают другие последовательности и они помогают привлечь фактор D и саму РНК полимеразу. То есть фактор B находит свою последовательность, B, R, E. Вот это не вдвоем. И как бы это добавит РНК полимеразу. Находит РНК полимеразу вместе с факторами другими. ТАТа Брайден Попри. Вот вот, значит, например, фактор B. Садится сюда напромокс. Что же делать дальше? Дальше вступает в роль фактор H, транскрипционный фактор. Что же он делал? У него очень важная проблема – он распитает молекулы ДНК. Как я говорила, упроприор, и мне нужна энергия АТФ для того, чтобы распустить молекулу ДНК. А АТФ-2H4, я вот даже его выкину, он распитает ДНК, но он использует АТФ, чтобы распустить АТФ. Он тратит молекулу АТФ, чтобы распустить РНК. И именно этот фактор, он помогает РНТ в Лимберлязе избавиться от всех остальных факторов и перейти к алангации. Вообще у него получается, давайте запишем три основные функции, чтобы запиться. Первое – это распитание ДНК. Второе – это, как бы это сказать по-русски, избавление. То есть, давайте так и напишу, минус другие факторы транскрипции, минус другие факторы. И третье – это фаспорилирование CTD. Вот сейчас мы поговорим. Можно вопрос задать, это какой из факторов? Еще раз. Это какой из факторов? Да, это про H. Вот я его ввела, в белых дочек, это все про H. Получается, вот эти факторы транскрипции, они садятся на оператор или на промотор? Да, или на промотор. Можно вопрос? Получается, все эти факторы транскрипции нужны для того, чтобы привлекать премиарзу? Да, для того, чтобы привлекать премиарзу и помочь ей как бы сесть на ДНК. То есть, их очень много, они просто привлекают к иллюмиарзу, он помогает ей найти промотор и помогает ей начать транскрипцию. Так, можно еще раз? Получается, плюс 30% при оттуда по точке начала транскрипции, а точка начала транскрипции находится после промотора. Вот, да, вопрос. Точка начала транскрипции находится обычно в такой последовательности, как инициат. Некоторые говорят, что промотор, он заканчивается до точки начала транскрипции, то есть до инициатуры. То есть, вот, некоторые говорят, что промотор заканчивается здесь, условно. Но это такая тоже не супер важная информация. Некоторые говорят, что инициатор вводит промотор. А, да, да, еще опус есть. Туда написали последние функции, поскорили, да, не можете напомнить, что такое? Да, да, я сейчас об этом расскажу, да. Сейчас я расскажу про это. Ну, в общем, как бы, вернициа промотора, они не чоккие. В принципе, я не думаю, что это супер очень важная информация, как понимать, где заканчивается вернициа промотора. Вот, но, допустим, да, говорят, что до инициатора генциа промотор заканчивается. А DPE, он уже просто, как бы, готовится к части оператора, если так можно сказать. И можно сказать, что оператор как-то находится после промотора. Но, опять-таки, напомню, что не все эти последовательные встречи встречаются в ген. То есть, возможно, не будет DPE, возможно, не будет тата бокса. Вообще, я хочу сказать, что вот хорошо есть очень тата бокса, но инициатор, как мы узнали, встречается чаще, чем тата. Вот, а может быть и инициатор с тата вместе. Давайте вернемся к нашему транспорционному фактору. Фосфорилирует сеть и домен. Это C-концевой домен. В общем, тут он обозначен голубым цветом, он навешивает на них фосфаты. Зачем эти фосфаты нужны? Во-первых, они помогают... Говорят, что они помогают, как-то, РНК, например, Азия, освободиться и поехать дальше. Освободиться от факторов и поехать дальше. Но еще у них очень важная функция. И потом будут привлекать белки к процессингу. Я вот скуплючу процессингу. Процессинг – это созревание РНК. В нем мы тоже сегодня, я надеюсь, успеем поговорить. Вот, то есть она навешивает фосфаты на CTD. Секунцевой домен. Помню, это вот такой вот хвостик, который здесь у нас будет. Она нам просто навешивает на него фосфаты. Почему она он? Фактор же. Вот. Так это примерно выглядит. То есть я не советую, конечно, все это запоминать наизусть. Но просто вы должны знать про фактор D и про фактор T. И просто знать, что в инициации процессии участвует очень много белков. И, кстати, я забыла сказать, что это все исследовали в инвитро. То есть это все исследовали в пробирке. То есть это те белки, которые нужны для запуска транскрипции в пробирке. Но в живых системах все намного сложнее. Как же все выглядит в живых системах? Нужно еще больше белков. Я хотела бы, наверное, обратить внимание на медиа. Медиа – это большой субъединичный комплекс, который связывает все другие факторы. Как бы обнимает и связывает их вместе. Вот, медиа. И анкальсер – это активирующий белок. Он нужен для регуляции экспрессии генов. Как же он это делает? Вот анкальсер – это такой белок, в котором можно находиться вообще очень-очень далеко от гена. То есть видите, что ДНК изображена в культсферной линии. Это значит, что это может быть очень-очень длинная молекула. Она может очень далеко располагаться от гена. И когда молекула ДНК может так отгибаться, что анкальсер будет доставать этих белков. Но они также живут и рядом. И анкальсер – это белок, который тоже активирует, промотает и как бы способствует инициации транскрипции. Есть белки и анкальсер. Они ингибируют. Он ингибирует. То есть мешает начаться транскрипции. А есть еще такие интересные белки, называются инсуляторами. Сейчас я его нарисую. Вот, допустим, представьте, у нас есть анкальсер. У нас есть начало транскрипции. И вот этот инсультор должен свернуться и туда вот встать. Извините, пожалуйста. Да? Я так понимаю, у прокурориот могут быть репрессоры? У них могут быть репрессоры, да. А могут быть у прокурориот-энхансеры? Ну, да, они просто будут другие. Но я не слышала, что бы их называли анкальсерами. Возможно, их называют анкальсерами. Но у них есть тоже некоторые активирующие белки, да. Понятно. Извините, спасибо. Нет, не извиняйся, что вы. Задавайте вопросы. Вопросы – это здорово. Это означает, что вы хотите понять и разобраться на сериале. Мне очень приятно, когда вы задаете вопросы. Я хотела сказать еще о том белке. Инсулятор схематичный нарисую, допустим. Инсулятор. Это такой белок, который будет уменьшать… Сейчас укориот рассматриваем, да? Да, мы сейчас говорим про эукориот, да. Потому что мы сейчас все про эукориот. Так, еще указ есть? А я не услышал. Биолог репрессоры ангибируют что? Транскрипцию. Кого? А, транскрипцию. То есть он мешает проехать ДНК. О, господи, проехать ДНК при энергии. Это так грубо назову, что он ангибирует транскрипцию. Он мешает. А это какое-то время? Какое-то время? Да, какое-то время. То есть потом он может перестать уйти из цепочки и не перестанет? Да. Но есть некоторые такие репрессоры, которые репрессируют Гену очень-очень долго. Так. Вам же все видно, но я чуть-чуть залагал. А зачем ее ангибировать? Вот. Хороший вопрос. Все связано с регуляцией эрспрессии генов. То есть некоторые белки должны постоянно экспрессироваться в наших клетках. Некоторые белки не должны экспрессироваться в наших клетках. То есть у нас же есть разные клетки. То есть, например, кровяная гена, она не похожа на нейрон. И это все связано с тем, какие гены там работают. И какие белки там синтезируются. И некоторые гены должны включаться, а некоторые гены должны выключаться. И это все специально регулирует белки. Это аффектация, репрессоры и другие белки. Но я все еще хотела рассказать про инсуляцию. Сейчас я расскажу про инсуляцию. Что скажешь? Инсуляция. Он мешает энхансеру достать до всех остальных белков. То есть у нас мог быть и энхансер, и репрессор. Но инсуляция просто предавляет действия активирующего доктора. Да, теперь вопрос. Я бы хотел спросить. В раковых клетках, которые теряют референтировку, то есть там их экспрессии гены уже нет. Получается правильно. Что с репрессорами происходит? Они просто не работают? Нет, ну подожди. В раковых клетках почему же нет экспрессии гены? Там некоторые гены, они экспрессируются. Вообще в раковых клетках все очень-очень сложно. Вообще очень много различных раковых клеток. И в каждой раковой клетке у нее будет все равно так послать. Потому что вообще раковые клетки не могут нормально делиться. То есть и у них с ДНК вообще происходит какие-то кошмары. Ну как бы вполне могут быть какие-нибудь репрессоры в раковых клетках. Почему бы им? А что они там ингибируют? Ну, это сложно сказать. То есть это прям такой вопрос, на который я не могу ответить. То есть надо изучать именно определенный раком клетки. Так это очень сложно следить. Хорошо, спасибо. Еще вопрос есть? Есть, Мин? Да, можно, пожалуйста. Вот получается у нас есть как бы два сценария. Либо садится энхансер, но при этом мешает инсулятор. Либо у нас садится репрессор. И в принципе тут уже мешать некому. И трансляция навряд ли начнется. Нет, у нас также инсулятор может мешать действию репрессора. То есть у нас репрессор хочет загибировать транскрипцию, а инсулятор будет мешать ему. А, получается, инсулятор... Поняла. А, и как еще один вопрос. На оператора могут садиться и факторы транскрипции, и плюс еще какие-то другие молекулы, как там, не знаю, в локтазном опероне, которых белкам нет. Все, спасибо. Обычные молекулы, они садятся специально как раз-таки на белке. Они не просто садятся на ДНК. Они садятся на белке, которые садятся на ДНК. Но я не хочу, чтобы вы думали, что есть два варианта развития событий, что у нас есть либо репрессоры, либо репрессоры. Некоторым генам и реафибации не нужны. Некоторым генам и репрессоры не нужны. То есть, и на самом деле, в реальном китаelf все выглядит очень-очень сложно. То есть, может быть там несколько Инохантеров понадобится, может, там несколько репрессоров понадобится. То есть такие мартаны могут быть из белков вообще. Вот. Так что это просто один из вариантов. Какие белки есть, я их рассказываю. Что дальше? Ещё одно отличие. L-период РНК должна созреть. То есть мы знаем, что у L-период у них идет транспитция и пролив не идет с этим трансляция. Как это выглядит? L-период все усложняет. У нас синтезируется L-период РНК не просто МРНК, а пре-МРНК. На предшествии нормальной матричной РНК. И эта пре-МРНК должна созреть, прежде чем выйти из ядра до плазма, чтобы с нее началась трансляция. То есть, видите, что у нас получилось, и она должна созреть. Видите, она вообще как изменилась. И процесс созревания при РНК называется процессом. Те же есть процессы ГАП. Первое – это копирование пять штрих-конца. Мы сейчас подробно разберем... Ну, насколько успеем, у нас, в принципе, трансляция осталась. Ну, хорошо, прибежимся по ним. Ну, давайте. Пиктирование пять штрих-конца. Полеодонирование в личных конца. Спасность и редактирование. Давайте посмотрим. А, да. Картинка есть. И все эти процессы у нас расчитываются в специальные белки. Как я говорила, у нас транскрипционный фактор, он фосфорилирует, как концевой домен у РНК премираза. И это помогает привлекать факторы процесса. То есть, те белки, которые будут выполнять все эти три... Четвертый состоит со звездочными. Давайте. Будут, получается, привлекать белки, которые будут помогать выполнять все эти три процесса. Редактирование. Редактирование, оно не всегда происходит. И, по факту, это просто изменение нуклеотидов. То есть, допустим, вставка урацила. Или удаление урацила. Или дезаминирование какого-нибудь нуклеотида. Вот. И что мы? Редактирование. Это такой специфичный. Может не происходить, может происходить. В общем, по-разному бывает. Вот эти три процесса, сквозь них проходят абсолютно все три МРНК. РНК. И вот, как я сказала, белки, которые выполняются процессом, они сядут на цикансовом домене. И вот ассоциализируется РНК, они перепрыгивают на нее и как раз таки выполняют свою работу. Вот здесь. Давайте подробнее поговорим. Что такое купирование пятьчатых конца? РНК. У нее есть полярность. РНК. У нее есть пятьчатых конец и тричатых конец. Какой конец будет первым выходить из РНК Племеран? Пятьчатых конец. Да, пятьчатых конец. Нет, нет. Пятьчатых конец и тричатых конец не может выходить, потому что тричатых конец у нас всегда будет расти. Вы вначале говорите, что свойство раскрыться, униполярность, что тричатых конец он растет. Поэтому тричатых конец он находится внутри РНК Племераза. А выходит пятьчатых конец. И пятьчатых конец его нужно как-то защитить. И есть специальные белки, которые как бы навешивают кепочку. То есть купирование это слово кеп, с английского кепочка. Потому что, видимо, это так похоже на кепочку. Вот. И купирование это, во-первых, защитие. Во-вторых, это инициация трансляции. То есть кеп поможет инициировать трансляцию. И третье – это экспорт из ядра. То есть кеп помогает РНК выйти из ядра, цитоплазму. Извините. Да? Насколько я помню, защитная функция копирования заключается в экзонуклеазной активности. Что это такое, да? Да. То есть если бы у МРНК не было кепа, то ее могли бы поесть экзонуклеазу. То есть экзонуклеазы – такие белки, которые едят молекулу нуклеинов кислоты с конца. То есть они садятся на конец и начинают все как бы кушать. Есть еще эндонуклеазы, они как бы из середины могут начать есть молекулу нуклеинов кислоты. И, например, у нас это защита от некоторых вирусных рометалов. Потому что у вирусных рометалов, у них не бойская. Некоторые нуклеазы не могут начать есть вирусные рометалов, у них не кислоты. Так, еще вопрос есть? А вот эти экзонуклеазы и эндонуклеазы – у них есть какая-то полка? Зачем они кушают? У этих экзо- и эндонуклеазов есть какая-то полка? Зачем они ромка кушают? Они как паразиты или есть какая-то полка? Да, это защита. Просто, в принципе, ферменты, как пищеварение. Ну, потому что, когда мы видим пищу, у нас же трус управляет ДНТа других организмов, и ее нужно расщепить. Может, зачем нам просто ДНК? Или за сон. Ну, типа того, да. Но они кушают, типа, любую РНК, которая без крэпа будет? Или есть какая-то программа, например, если у нас РНК неправильно напечатывают, ну, ошибка есть, то они ее кушают, потому что она неправильно? Ну, насколько я знаю, да, спокойно может любую РНК без крэпа кушать. А, и у Ясмин… А, и у Ясмин еще вопрос был? А, ну, просто если полиаденилирование защищает ДНК, РНК, вернее, путем просто того, что экзонуклеазы, ну, просто съедают ненужные концы, то копирование оно по-другому защищает. То есть экзонуклеазы не то, что продолжают есть МРНК, а они просто не могут подобраться… Да, они просто не могут, да. Вот. Ну, насчет экзонуклеазы, я, может быть, посмотрю, не факт, что я найду… Так, давайте я запишу… Что это экзонуклеаз? Будут ли они любую есть? Ну, по идее, да. У нас просто РНК без крэпа не может плаваться. Допустим, ее сожрут экзонуклеазы. Это защита от вирусов и других патогенов. Вот. Так, у нас остается 10 минут. Давайте тогда не будем рассказывать о механизмах и первене. Давайте посмотрим, как будет КЭП. В общем, КЭП – это 7-метилгуаназин. Смотрите, это такой же нуклеотид, это гуанин, это вот рибоза и фосфат. Но самое интересное, что они навешиваются, присоединяются 5-3 к концу через 5-3-5-3 связь. То есть, когда у нас идет синтез цепи какой-то, у нас присоединение происходит через 3-штрих гидроксильную группу. Вот, то есть у нас 5-3-3-штрих, 5-3-штрих фосфат связан с 5-3-3-штрих смысл. Здесь же у нас 5-штрих фосфат, 5-штрих фосфат. Вот. Значит, выглядит примерно так вот так. 2-штрих фосфат просто навешан на новый нуклеотид. И еще встречается обычно тем, что у него здесь есть метильная группа. И иногда, во многих случаях, метил навешивается еще вот сюда. Второй рибоз. Показываем механизм копирования. Мы, наверное, не успеем его обсудить. Давайте пока быстренько расскажу еще про поле аденилирования. Поле аденилирования 3-штрих конца. Мы защитили 5-штрих конец, нам нужно защитить 3-штрих конец. Опять-таки, поле аденилирования – это навешивание очень-очень много аденинов на конец РНК. И функция у него – это защита. Это также эксперт из ядра. И срок жизни РНК. Как я уже говорила, что у нас просто навешиваются аденилирования, которые могут спокойно есть. И пока они их едят, у нас может спокойно прийти трансляция. И поле аденилирования наплетает срок жизни РНК. Тут суть в чем, что у нас РНК-полимераза едет по ДНК и натыкается на сайт поле аденилированного. И вот раскрибируют, он попадает на РНК. Вот на зеленом обозначен. Узнают белки с сетидомена. Прибывают на него, привлекают белок, который режет вот здесь. То есть просто белок разрежают. И потом походит уже поле А полимераза и не матрично. Что важно, ничего не матрично. То есть у нее никакой матрицы нет. Она ничего не копирует. Она просто навешивает много-много аденилов, примерно 200 штук. Навешивает только много аденилов. И потом специально от поля А, связывающей белки, они находят поле А и связываются с ним. И так происходит терминация у периода. То есть у нас как раз таки произошел разрыв. И у нас, смотрите, осталась РНК без степ. Я уже говорила, что эти НК едят РНК без степ. И вот РНК, она ходит. РНК без степ и начинает просто ее есть. Она ее съедает. И РНК приезжает и ссоциирует с РНК. Происходит завершение конструкции. И последнее, что мы не обсудили, это сплайс. И у нас осталось 7 минут. Давайте попробуем. В генах РНК есть энтроны и экзоны. Обычно говорят, что энтроны это не кодирующая часть, экзоны это кодирующая часть. Но это не совсем верно, потому что есть и экзоны, которые не кодируют ничего. Поэтому правильно говорить, что энтроны это те сайты, которые вырезаются, а экзоны это те сайты, которые сшиваются. Тут картинка РНК, желтая, а синяя это экзоны. Как вы заметите, видите на схеме, у нас желтая вырезается, а синяя сшивается. То есть энтроны вырезаются из молекулы РНК, а экзоны сшиваются. Как же это происходит? Вот такие примеры. То, что ген может быть таким вот маленьким, ген может быть вот таким вот большим. И энтроны, они всегда больше, чем экзоны. Пусть экзоны тут красные, и энтроны туда же. И в зрелой матричной РНК эдронов быть не должны. Так. Классно, когда же процесс вырезания энтронов, сшивания экзонов. Какой биологический смысл энтронов, если их нет в зрелой РНК? Да. Правильный ответ, что, ну да, меньше вот акций, это тоже верно. Но основной смысл во эффективном спаркинге, сейчас я про него скажу. Вот. Так. Сейчас. The next slide. Происходит по механизму вырезания лассо. Мы его что-то подробно не успеем обсудить. Но если быстро пробежаться, то гидроксильная группа аденины атакуют фосфальт вот на конце, на конце зоны. И у них образуется вот такая вот связь. Там свободные от различных ологидроксильной группы атакуют здешний фосфальт. И таким образом сшиваются их зоны. Конечно, я очень хотелось подробнее его обсудить. Если, допустим, запрос станет времени, то нужно подробнее обсудить, как происходит наконец спайсинг. Вот. Но если просто понимать, то у нас вырезается лассо и сшиваются их зоны. Как происходит спайсинг. Тут еще одна схема, которая это объясняет. Еще я хотела сказать про сплейсосом. То есть все выполняют такие элементы, которые называются сплейсосомом. Это рибозимы. Мы на прошлом уроке рассказывали, что РНТА может обладать в периодической активности. То есть РНТА может выступать в виде ферментов. Например, в рибозомах. Но есть еще такие ребята сплейсосом, тоже рибозимы, в которых ферментативную функцию выполняет РНТА. Именно. Малые ядровые РНК. Вот мы добрали, зачем они нужны. Малые ядровые РНК нужны для протекания спайсинга. То есть вот эти вот различного цвета. Малые ядровые РНК, они, получается, находятся внутри сплейсосом. Вот они, значит, буквы Ю и цифры. И как раз таки они помогают протекать сплейсинга. Вот. И немножко про альтернативный сплейсинг. Вообще, зачем нужен сплейсинг? Хороший был вопрос. Зачем столько некодирующих ДНК? Дело в том, что мы можем, допустим, дать и вырезать все интероны, дать все экзоны. У нас получится один белок. Но мы, допустим, можем вырезать вот такую вот часть. Мы возьмем начало одного интрона и конец другого интрона. То есть мы вырежем интроны вместе с экзонами. У нас получится уже другой белок. И мы показываем, получается, голубым цветом все экзоны, которые остались. И это помогает нам получить огромное разнообразие изоформ из различных белков. То есть вот у нас, так, получается, не написано, я не помню, какой это белок, есть различные изоформы белка просто в разных тканях нашего организма. То есть благодаря альтернативному сплейсинку из одного гена мы можем получать сразу несколько изоформ одного белка. Вот. То есть 100 генов и равно числу белков в нашем организме белков намного больше. Костки благодаря альтернативному сплейсинку. И вот еще есть картинка, что вот такая средняя длина экзонов и какая средняя длина интрона. Тоже так, очень интересно, что у человека, например, средняя длина экзонов около 100 партнеркотинов. И у червя и у мухи примерно 100 длина. И тут все длина интрона. Ну вот. Человек примерно от 100 до 2000 вообще. Извините. Да? Правильно я понимаю, что копирование, сплейсинг, полиадонелирование нужно, чтобы экспортировать мрнк из ядра и подготовиться к трансляции? Да, все верно, да. Есть специальные белки, которые смотрят вообще, точно ли мрнк созрела. Если у нее есть кап, то они садятся на кап и говорят, что вот кап есть. Если у нее есть поле охвоста, я уже говорила, садятся белки садят в поле охвоста и говорят, что вот поле охвоста он есть. И когда у нас притекает спальня на вот эти вот стыки, то есть здесь тоже сидят различные белки и тоже следует о том, что у нас есть все, что у нас в классе прошел успешно, что наша РНК созрела. И именно эти белки помогают потом РНК выходить из гидроцитоплазмы. Да. И говорят, что РНК готова к трансляции. Все верно. Вот. Ну, мы так быстренько пробежали по процессингу. Напомню еще раз, что процессинг он протекает только у Элприот и его способен выполнять только РНК полимераз-2. То есть только у матричных РНК будет скеп, полиохвост и сшиты экзоны. И еще раз говорю, что процессинг предстоит и скепирования, полиадоминирования и сплайсинга. И на этом у нас сегодня все. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Можно? Да. Просто получается, если, допустим, происходит мутация в гене рибозима, допустим, с сплайсом, то это может привести к значительным изменениям в сплайсинге, ну, по сути, всех генов. И, как бы, какие мутации они могут привести к чему-то, ну, очень значительным изменениям, получается. Или это просто не жизнеспособный организм получится? Это тоже зависит от того, какая там будет мутация. То есть, например, если изменится один нуклеотит, то он сильно не повлияет на узнавание сайтов сплайсинга. Вот. Ну, и вообще, у нас же всегда есть еще вторая копия гена. Скорее всего, человек сможет вывести еще вторую копию гена. Но если какая-нибудь сильная будет мутация, то, мне кажется, да, возможно, вообще получится так, что у нас будет какой-то неиспособный человек. Но если какая-нибудь незначительная мутация, то есть один или два нуклеотита применения, то все, скорее всего, останется нормально. То есть, нуклеар с сплайсом они смогут узнавать с сайта сплайсинга. Но тоже зависит от этой мутации. Хорошо, спасибо. Кстати, у пропилотов нет этих экзонуклеаз? Нет, у пропилотов тоже есть экзонуклеазы. А почему мы не пропилот, и было бы все проще? Ну, возможно, если бы мы были пропилотами, мы бы сейчас о всем этом не разговаривали. Да, не надо было бы ботать. Так, мы дальше все вопросы кончились. Уже пошло обсуждение. Так, есть еще вопросы? Так, ну, я так понимаю, что нет. Так, все ли было сегодня понятно? Были какие-нибудь трудности? Да, сегодня было очень понятно. Очень много информации. Все очень понятно и очень интересно. Спасибо. Надо все переварить. Все было понятно. Да, мы сами это еще разберем. Переварить это правду нужно. Если это слушать первую, то, мне кажется, вообще мозг взрывается. Ну, я отправлю вам на эстанцию. Да. Можно записать все. Да. Тут картинка, в принципе, установить, о чем была лекция, будет понятно, да. Да я отправлю вам и с записями, и в чистую презентацию. А там еще вопросы в чате есть. Почему парклеты не копируют, если у них тоже есть экзонофлязы? А... Прочие вопросы. Я как-то об этом даже не задумывалась. Ну, возможно, у них какая-нибудь другая есть в чьей-то виде полков, но я, кстати, смотрю, если найду что-то, то скину. Я бы, правда, не задумывалась. Возможно, потому что у них транскрипция скучна с трансляцией, просто не надо копировать. Ну, подожди, типа, если она выйдет сразу, то у них уже начнутся сразу. Она, когда транскрибируется, сразу и транслируется. И как бы... Зачем? Ну, просто... Ну, ладно, хорошо. Возможно, просто они такие активные экзонфлязы, которые медленно едят, и как раз таки дают потекать трансляция, да. Ну, скорее всего, да. Вот у меня есть вопрос по поводу этапов транскрипции именно касательно сигма-фактора. А я правильно понимаю, что он, собственно, только для инициации необходим, и как только инициация заканчивается, он совсем диссоциируется от комплекса? То есть лангация без сигма-фактора уже проходит? Да, все верно. Как только он расплавил ДНК, как только на то время разобретал, он отсоединяется и ищет новую РНК-пременацию. Все верно. Все, спасибо большое. А можно спросить об этом бактерии? У них РНК или не кольцевая? У них ДНК кольцевая, а РНК просто как бы единицы? Еще раз вопрос. Про кориод, РНК кольцевая или линейная? Да, да, да. А РНК у них будет линейная, да. Вопрос в чате. Правда, что были зафиксированы единичные случаи сплассингового бактерия? Мне кажется, биология все может быть правдой. Скорее всего, да, это правда. То есть какая-нибудь бактерия найдется, которая научилась сплассировать свои РНК. Этот сплассинг будет протекать под другим механизмом. Еще вопросы? Полина, раз у нас не было репликации, ты сможешь презентацию? Да, я, наверное, могу скинуть презентацию. Правда, там просто картинки без, ну, очень мало текста. Ну, думаю, если что, то будет здорово. Ну, да, я презентацию по репликации, наверное, завтра отправлю. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Можно еще вопрос? Да, да, да. А вот в сплассинге что из себя представляет редактирование? Я либо прослушала, либо вы не сказали об этом. Так, редактирование. Редактирование, оно не в сплассинге, оно в процессинге. Допустим, это просто мы можем вставить какой-нибудь IPIC или, допустим, дезаминировать какой-нибудь комплект. То есть, вот просто есть РНК, и мы, допустим, можем просто вставить сюда урацин. Ну, я, так сказать, где-то писала. А для чего? Ну, просто зависит от того, какой перед нами агент. Некоторым я так не знаю. Ну, у каждого разные цели, так сказать, у разных генок, у разных целей. Вот вставка урацин, ударение урацин. Вот. То есть, в частности, в редактировании можно... Ну, была какая-нибудь мутация, да, случилась, когда ошибка. Когда, в принципе, делали РНК, и редактирование может это как-то исправить. Ну, скорее всего, это не исправление ошибок, это запрограммированное именно внесение новых нуклеотидов или изменение других нуклеотидов. То есть, нет, скорее всего, это не исправление мутации. То есть, может случайно так случиться, что у нас справится ненужный нуклеотид, но это наврядно. Это запрограммировано именно как бы создание новых нуклеотидов. Но это не у всех есть, правильно? Нет, не у всех. Хорошо, спасибо. Так, и в чате у криотов зонопиады могут давать вирусные РНК по всему КЭПу, а у криотов как? У криотов безумно много способов, как убить вирусную РНК. Мы не сможем об этом поговорить, но у них прям очень-очень много способов, как они могут защищаться от вирусной РНК. Например, это инфекция, та же самая РНК, интерференция, пересказы, которые говорили вчера. То есть, очень-очень много способов защиты. И в этом плане гений. Я так поняла вопрос, и все. Чисто. И время тоже закончилось. Да, спасибо. До свидания. Спасибо большое за лекцию. До свидания. А, да, рестрикция, да, говорилось. Да, это про РНК больше, чем про РНК. Да. Я имела в виду просто про РНК. Ну, в общем, да. Вкусного защиты у них достаточно. Ну, всем-всем пока. Пока. Тонко. Спасибо.